Все в порядке. Давайте поприветствуем Тима из штата Орегон. Он 15-летний специалист, занимающийся дистанционным нейронным мониторингом. Как дела, Тим? Привет, Кевин. Я был действительно впечатлен твоей документацией и свидетельскими показаниями, идентифицированными с использованием множества тех же самых методов преследования банд. Мне очень приятно взять у тебя интервью. Я три года нахожусь в тюрьме, где меня преследуют, 15 лет пытали, и примерно 12 из них, наверное, слишком много. Я думал, что это всего лишь психическое заболевание, а это намного хуже. Правильно, правильно. Ну что же, я прошел через то же самое. Разница в том, что я знал с самого начала, когда это начало происходить, что я знал, кто это делает и что происходит. Потому что я знал этих людей, и они были хвостунами. Гангстеры-хвостуны. Они любят хвастаться тем, что происходит, но так же, как и ты, долгое время я понятия не имел, что это происходит. Просто шла трансляция, и люди подключались ко мне. И я понятия не имел об этом, пока они действительно не начали разговаривать со мной с помощью искусственной телепатии, и фактически не начали разговаривать со мной. Именно тогда я понял, что что-то происходит. Твоя информация и понимание стороны преступника, и эта перспектива бесценны для другого человека, которого наняли в блокуатерскую часть того, что они делают в Сиэтле. И я побывал в Бюлингеме, Вашингтоне и Сиэтле, а также в паре таких мест, как приюты для бездомных и христианские приюты. И я был как в Бюлингеме, штат Вашингтон, я был в комнате полный мужчин, которые были почти такими же, как я, и у нас была одна и та же синтетическая телепатия. Это было одно из самых неестественных нервирующих переживаний. Со мной случалось много действительно неприятных вещей, но этот парень, который получил преступный конец вещей из блокуатера, парни, которых они заставляют делать грязную работу для военных, и то, что они делают в Сиэтле, и нуждался в документации по профессиональному подрядчику Сприка. Рассказывает всем мальчик или что-то в этом роде. И он взял их данные о том, сколько американцев проголосовало примерно за 327 миллионов голосов в 2019 году. Это примерно 1,5 миллиона долларов Кевина. Это тот же самый сюжет. Я бы сказал, что это число намного выше, чем в реальности, потому что из-за того, что мы пережили то же самое. У многих людей это происходит, и они находятся под удаленным нейронным мониторингом кого-то другого, и они понятия не имеют. Они даже не верят в такого рода технологии, и они постоянно испытывают какие-то эмоции и чувства, хотя, возможно, это даже не то, что они чувствуют. Я действительно очень беспокоюсь о том, что люди заблудятся в этом обмане. Как и в начале некоторых твоих видео, ты говорил о том, как волшебно преодолевать это и быть в состоянии действительно определенно объяснить, как будто они могут читать мои мысли, когда они у меня возникают. И я отождествил себя со столькими твоими показаниями, преступникам и прочим, у меня не было никаких данных. Я полагался на таких парней, как ты, которые вмешались с этой стороны или были преступниками и сбежали с корабля. Этот парень в Сиэтле стал Ти, они забрались ему в гребаную голову. Они должны заплатить за это, но именно там я получил эти цифры. Они преуспевают в том, чтобы придерживаться этой изолированной тактики, чтобы Тиай не подтверждала и не работала вместе. Я был так впечатлен твоими усилиями по цензуре, как будто я никогда не видел так много акций в одном посте или серии постов, которые я видел в вашем, так как эти раскрытия, имеющие большой смысл для многих других Тиай, действительно помогли. Я ценю это. И я думаю, причина в том, что все эти другие люди испытывают то же самое, и до того, как они услышали, как именно все это работает, они были очень сбиты с толку. Точно так же, как и я, когда все это только начиналось. Это было очень волшебно, и они притворялись волшебниками, и колдунами, и духами, и они продали свои души, и они могут притворяться правительством и всякими другими вещами. Но эта технология просочилась туда намеренно, я полагаю, для того, чтобы произошло неизбежное, а именно, все ставят всех на нейронный мониторинг, и мы все вместе просто контролируем сознание. Это очень помогает. Я должен отдать должное некоторым словоблудием, которые на самом деле были переданы информацией. Хорошо. Некоторым словоблудием, которые были переданы через меня. О том, что это представляет, например, о том, что они делают в человеческом облике и приходят с этой технологией, спутниками и удаленным ролевым продвижением. Это всего лишь преступление против человечности. Это не только военное преступление, это на самом деле новый, более определенный уровень. Это преступление, это созидание, особенно в каждом из нас, которому приходится терпеть мысли других людей с помощью синтетической телепатии. И другие, я не употребляю это слово легкомысленно, они не должны быть в наших умах и телах. Это сатанизм. Верно. Да, ты знаешь, что у меня есть теория, и в ней нет ничего особенного. У меня нет ничего, что могло бы подкрепить эту теорию, но я верю, что мы развиваемся благодаря обучению и опыту. И точно так же, как любое существо на этой планете, образ жизни, которым они живут, и среда обитания, в которой они живут, влияют на то, как они развиваются как вид. И мы имеющие дело с этим, с подключением к управлению разумом других людей, и все это происходит в этой передаче. Я верю, что это может иметь эволюционный эффект в долгосрочной перспективе. Я слышал кое-что из этих предположений. Я чувствую себя, как в синтетическом клубе. Да, я встречался с кем-то, я имею в виду, что мне больше не приходится терпеть все это. В терминах ведения войны это называется сатанинскими ретрансляторами и внушениями. Например, когда твои преступники снова и снова повторяли одно и то же утверждение, я думаю, что отправил тебе сообщение на Фейсбук. Я подробно описал некоторые термины их войны за свой сатанизм, но то, что она делала с тобой, называлась сатана и Юпитер. Правильно, хорошо, что часто у тебя происходит... У тебя есть один конкретный преследователь банды, и я не знаю, где он. Я не знаю, откуда они берут эти вещи, но они любят произносить одни и те же маленькие фразы, и просто кажется, что они зацикливаются на чем-то одном. Но некоторые из них будут заниматься контролем сознания вместе. Так что это похоже на то, что это почти похоже на то, что если у вас есть три или четыре человека, подключенных к управлению разумом, а затем у одного из них есть желание как бы проложить путь, тогда вы действительно имеете дело с тремя или четырьмя из этих людей, потому что остальные из них просто на мальчик, сказал он, контроль над разумом. И то, что они делают, им нравится, когда их разум контролирует. Значит, у них есть эти наушники для контроля сознания, и они позволяют кому-то другому управлять их трансляцией. И это значит, что они могут просто сидеть там без особых усилий и как бы наблюдать за происходящим в своей собственной жизни. Значит, они хотят, чтобы их разум контролировался. И это то, к чему они пристрастились. Это контроль над разумом. И это то, что люди, которые слили эту технологию, знали, что это произойдет, и теперь происходит неизбежное. И тогда эти бандиты-сталкеры на самом деле просто инструменты, и они просто наркоманы, которые зависимы от этого контроля над разумом. И они делают это. И люди, которые внедрили эту технологию, они знали, что это произойдет. Так что в некоторых вещах я был настолько беден, что давал некоторые из этих советов, я не мог позволить себе материалы сам и все они. Для изнасилования в электромагнитной форме, для акцентов или для отходов для мужчин и игрушек для размножения для женщин. Цифровой пояс для темного возраста. Вы можете использовать медицинскую ленту и магниты уровня N52 вокруг области с низким уровнем мелка, где они издеваются над людьми. Я не смог его купить, но там есть медицинский свинец. У него действительно высокая атомная плотность, но есть медицинские колпачки, за которые ты получаешь 50 баксов. А затем что-то вроде рентгеновской одежды, используемой медицинским сообществом, которое отрезает твое тело от получения сигнала. У меня есть тетя, которая является целевым лицом, к сожалению, в Южной Калифорнии, и она могла себе это позволить. Я рассказал ей о свинцовых колпачках, их можно купить за 50 баксов, и она получает от этого больше, чем облегчение от плацебо. Это помогает ей оставаться не такой мишенью. Ну, для меня это имеет больше смысла, чем некоторые другие вещи, о которых я слышал, потому что свинец, свинец, это то, что они используют. Если у вас есть что-то вроде рентгеновского кабинета в медицинском учреждении, стены облицованы свинцом, именно так они сдерживают эти волны. Так что единственное, что с трансляцией, они могут транслировать ее на тебя. Так что я не знаю, может быть это просто пойдет прямо под руководством ведущего. Это так, но это определенно то, на что стоит обратить внимание и поэкспериментировать, потому что свинец, это то, что они используют для блокирования такого рода волн. Я был впечатлен тем, что ты узнал о таких вещах, как лазерные указки и получение электромагнитных излучений от твоего тела, или, как сейчас, от твоей комнаты. Я некоторое время жил в Ридмонде, штат Орегон, и экспериментировал с клеткой Фарадея, и мне показалось, что с моими преступниками была какая-то кошка. К тому времени, когда я спал в клетке Фарадея, которая представляет собой заземленную металлическую конструкцию вокруг палатки, которую я сделал менее чем за 100 баксов. Через пару часов они потеряли мой сигнал вместе с некоторыми разговорами. Преступники, которые постоянно искали мою уникальную мозговую сигнатуру, или что бы это ни было на самом деле, чтобы проникнуть в мою личность. Это преступление и созидание чувак. Это хуже, чем преступление, военные преступления. Это хуже, чем преступление против человечности. Прошло уже 15 лет. Я точно описал это как озеро огня, тела и разума. Вся моя система чакр была замучена как зубочистка за сатанизм. Я поговорил с другим парнем, который оказался по соседству, и он тоже стал жертвой этого нановороства, когда они забирают ваш контент, или, скажем, вы на своей работе. И вы делаете что-то для своей работы, и они используют то, что вы говорите, мальчик. У тебя в мозгу за индустриальную аляску и все такое прочее, просто приговор за дерьмо. И ты поступил действительно исключительно, я не могу подчеркнуть это. Достаточно поспать немного похоже на комплименты, и я уважаю это. Но ты действительно проделал действительно хорошую работу, раскрыв много этого дерьма для 1,5, может быть, 2 миллиона человек в одном только Нью-Йорке чувак. Я надеюсь, что да, я надеюсь сделать гораздо больше. Ты знаешь, я нахожусь в уникальном положении, чтобы знать многих людей, которые занимаются подобными вещами, и в самом начале они транслировали много голограмм. И я, ты знаешь, все то, что они сделали, позволило мне собрать все это воедино, и как все работает. А ты знаешь, это довольно забавная история. Ты, возможно, слышал, как я, как я случайно обнаружил, как записывать искусственную телепатию в самом начале. И я звонил девушке, у которой я на дистанционном нейронном мониторинге. Она была девушкой, с которой я встречался, и я звонил ей, и я продолжал. Она не отвечала, но я продолжал получать эти записи 22-го числа. И я мог слышать ее и некоторых других людей, и я думал, что это потому, что я звонил ей на телефон и слышал, что происходит. Так что я все звонил, и звонил, наверное, сам выглядя как преследователь. Но с приложением для записи звонков. Извини меня, трансляция ДС достаточно близка к сигналу сотовой связи, чтобы я смог перехватить ее как помеху. И что я вовремя понял, так это то, что не имеет значения, кому я звоню. И даже если я позвоню на свою голосовую почту, это произойдет. Так что я начал делать все эти записи. И у меня было бы два телефона, и я звонил бы сам себе, и трансляция, приходящая ко мне, была бы перехвачена. И это попадание или промах? Иногда это действительно хорошо, а иногда не очень хорошо, но если делать это постоянно, можно получить много хороших записей. И вот так у меня получилось около 15 треков на Саундклауд искусственной телепатии. Так вот, это было просто интересно, что я смог обнаружить это случайно. А потом со временем они хвастались и продолжали что-то делать, хотя я начал узнавать, как все работает. На самом деле они просто рассказывают о себе. Они выдают слишком много секретов. Я такой и есть. Я благодарен тебе за твои исследования. То, о чем ты говорил с отражающими поверхностями, и о том, чтобы таким образом ловить трансляцию, полностью случилось со мной. Я не знал, я не собирался этого делать, но я делал это так, как будто я был на другом компьютере, компьютере Apple. И как будто в местном городе есть телевизоры. Они разговаривают прямо со мной, чувак. Это пересмешник проекта Тэнди, и телевидение начинает разговаривать с тобой. Это еще одна форма пытки, говорить это. Но в любом случае, твой совет насчет отражающих поверхностей. Я снимаю видео на YouTube, на мне солнцезащитные очки, и я смотрю в камеру. Я посмотрел видео во второй раз после того, как я это сделал, и я мог видеть, как отражается поверхность моих солнцезащитных очков. Аватар, смотрящий на меня, как трава Эдээс или сознание, это был не настоящий человек, это было похоже на преступника Эдээс, смотрящего на меня через поверхность мальчик, которого я обычно не мог видеть, если только я не использовал отражающую поверхность, как вы говорили. Я такой, срань Господня, ты прав. У меня было много людей, которые начинали говорить мне, да, я могу видеть их, есть разные типы трансляций. Я имею в виду трансляцию голограмм, они физически находятся там, где ты. Если ты их видишь, они на самом деле там, где ты. Но часто их трудно увидеть без подходящих обстоятельств. Но в отражениях по какой-то причине они преломляют свет, не так ли? И ты можешь видеть трансляцию. Но еще одна вещь заключается в отражающих поверхностях. Иногда, если у них есть, если они транслируют на отражающую поверхность, чтобы наблюдать за вами с нее. Потому что это дает им лучшее качество обзора, тем лучше поверхность. Если они это делают, и трансляция ведется достаточно высоко, ты можешь видеть их там, где они находятся, на этой отражающей поверхности. Так что это похоже на то. Знаешь, однажды я смотрю на ноутбук, а он даже не включен. И я вижу пару преследователей из банды, и они смотрят на меня, а я смотрю на них. И это почти как если бы мы были в видеочате, и я подумал, вау. Вау, эта технология действительно потрясающая. Вау. Я хочу отрезать это, пока мы не затянулись слишком надолго. Мы могли бы делать это определенно регулярно. Я продолжаю проводить дополнительные исследования для компонента искусственного интеллекта, и это кажется таким человечным, но я должен сделать вывод, что за мои 15 лет, как и участвовал в этом, как и в моей жизни, я бы рекомендовал интервью Solaris Blu-ray по проекту Camelot. Ее сняли так же, как и меня в 2004 году, идентифицировав как суперсолдата MK Ultra. Там может быть около 137 проектов ЦРУ по контролю над разумом, отдельных проектов по контролю над разумом. Все это подпитывается, и это становится достоянием общественности. Достаточно людей пользуются преимуществами других граждан. Это полный бардак. Но да, посмотри на Solar Reven, некоторые предположения о компоненте искусственного интеллекта. Они думают, что целые люди передо мной, если бы они не признали, что они были привилегией ЕМФ, как будто я не знал бы, как последняя женщина, с которой я спал. Как будто она, возможно, была привилегией ЕМФ, насколько я действительно знаю. Я думаю, она определенно гангстерша. Эй, у меня та же проблема, чувак. Я продолжаю связываться с этими девчонками-гангстерами, чувак, и это действительно да, это здорово испортило мою жизнь на какое-то время, но ты знаешь, у всего есть причина, чувак. Да, я думаю, что нам действительно повезло. На самом деле, это не просто твоя фамилия. Я такой. Это действительно христианский поступок. Это звериная система. И она не предназначена для справедливости. Она предназначена для таких вещей, как фальсификация слежки за преступлениями, которые люди не совершали еще хуже, чем военные преступления, так что... Я имею в виду. Продолжай. Еще одна вещь. Ты можешь себе представить? Подумай обо всех нераскрытых делах и всех преступлениях, которые остаются нераскрытыми, и о том, что происходит. Чего никогда бы не случилось, если бы они правильно использовали эту технологию. Я вообще не вникал в это. Я был таким объектом пыток звериной системы на национальном и международном уровнях примерно до тех пор, пока ты не начал говорить об их сексуальных оргиях, или о том, где они используют это каким-либо образом, в любой форме или для чего-то иного, кроме как для откровенных пыток. Как будто это было для меня полной новостью, так что я действительно не знаю. Да, хорошо. Но у нас мало времени. У тебя есть канал на YouTube? Да, и я сделаю там больше видео, и я буду поддерживать связь. И типа я буду сотрудничать в исследованиях и прочем дерьме, как часть моего внимания позже. Сейчас я занимаюсь этим 15 лет, как будто я планирую, как мне покинуть гребаную солнечную систему после этого куска дерьма. Я стараюсь не перевоплотиться в то место, где они собираются так поступить с человеческими условиями. Я был бы более чем счастлив поделиться этой информацией и поддерживать с вами связь. На связи и с Грузией по реальным гуманитарным вопросам, таким как люди на северо-западе, ты видел это. Как и Кевин, он хорошо представляет людей в этом стиле, как действительно хорошо заботятся о других людях. Так что давай, давай рассказывай всем, каков твой канал на YouTube, чтобы они могли тебя проверить. А да, хорошо. Итак, мое имя в интернете Тим Тим, Ди Деррил Янг, Y.O.U.N.G. Би-Эф, бакалавр наук. МПА, степень магистра государственного управления 5. Так что если ты сможешь набрать в любом поисковом браузере интернета 10BS и 5P, ты увидишь мою. У меня сейчас есть веб-страница, на которой 1200 или около того записей, как в Instagram, который подвергается цензуре, вероятно, не твоя цензура намного больше. Аккаунт в Твиттере, и тогда они смогут найти мой Facebook и оттуда. Окей, круто. Итак, все. Это Тим из штата Орегон. И я люблю тебя. Я надеюсь, что вы, ребята, страдаете вместе с нами. А я Кевин Кристиан.